Всем привет, с вами Фанатик, это игра Age of Wonders Planetfall и вышло новое дополнение Звездные Короли. Естественно, я его приобрел и теперь посмотрим, что это, как его, с чем его едят. Вообще игра мне нравится, его конечно не очень особо смотрят, но я в любом случае запишу. Возможно кому-то будет интересно. Так, в хранилище знаний рождается сообщество, которое определит будущее этой галактики и возглавит новую империю. Собственно, тут выбор, вот это вот старая компания, а вот это какая-то будет видимо новая компания. Первая часть ее, Звездные Короли. Так, значит, планеты компании. Элиуна Леонесса, главнокомандующий. Раса, связанной клятвой. Цельстянская псионика. А, не псионики еще. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, энергетический запас 250 энергии дают в начале, это неплохо, умелый дипломат. Харизма в начале игры у вас плюс 3, так параметры в отношении со всеми расами, кроме вашей собственной. Для подкуба чушьих армии с целью освобождения сектора вы тратите на 35% очков убеждениями. Вот это круто. И, средства передвижения паладина, защитник. Защитник, это средства передвижения. И боевой костюм для ближнего боя, предназначенный для защиты союзников. Вы обладаете следующим навыком управления. Позволяет главнокомандующим управлять базовыми средствами передвижения. Так, в составе конфигурации ваш защитник наносит мощный электрический урон с одной модификацией. Вольт-пистолет наносит электрический урон одной цели. Я понял. В принципе, стартовые параметры неплохие. Оставляем так. Так, и уровень испытаний средний давай. Легкий не буду ставить. Так, только автоматический режим битвы. Тут нормально. Все. Сложность, кстати, достаточно высокая. Три звездочки. Ну, в принципе, пробуем начать задание. Я клянусь отныне и навсегда посвятить свою жизнь защите слабых и нуждающихся. Как паладин, я буду чтить мудрость видящих, а также остерегаться голосов алчности и корысти, которые будут искушать меня, внушая чувство превосходства. Я клянусь использовать свой боевой костюм, чтобы привнести порядок туда, где появится падение Звездного Союза, воцарился хаос, а после. И установить мир там, где катастрофа дала дорогу войне. С этого дня я связываю себя клятвой. Погнали. Ух ты. И у них костюмы интересные, слушайте. После героической жертвы Квиса Ариторна на Авиум Альфе Верховный Паладеус и его видящие приступили к поискам души, достойные им продолжить дело в круге героев. Они объявили о зове храбрых дружественном соревновании, в котором чисто любивые паладины могли продемонстрировать свою добродетельность и отвагу. Мне посчастливилось попасть в число немногих, допущенных до этого этапа. В последнем этапе турнира меня направили на Эквасад Вердриса, на провинциальную планету, из которой Звездный Союз задумывал сделать невероятную плодородную ферму. Моих соперников отправили на другие планеты. На Эквасаде Вердриса мне следовало найти колонии и защитить их жителей от всех угроз, чтобы организовать там анклав процветания, мира и спокойствия. Видящий мой сопровождающий станет моей судью чести. Моим. Окей. Значит, размер планеты малая, тип суши материк, вода 18%. Всего лишь, да? Найти и защитить лагеря, связанных клятвой. Я понял, понеслась. Наше судно приближается к целевой орбите. Даже из космоса я вижу бескрайние цветущие поля, которые некогда приносили урожай Звездному Союзу. Я еще не знаю, какие испытания ожидают меня на планете, но теперь граждане Эквисаде находятся под моей надежной защитой. Их безопасность для меня вопрос чести. Ух ты! Ха-ха-ха! Летающий такой. Замок чисто. Забавно. О-о-о-о! Когда приземлился, вообще смотрится классно. Каждый шаг по планете благословенный присутствием на ней трудолюбивых жителей. Подобен глотку свежего воздуха. Глядя на тянущиеся далеко горизонту широкие луга и цветущие поля, я ощущаю спокойствие и умиротворение. Это напоминает мне пятую благородную заповедь. Кодекс Эквитов Паладин всегда должен ценить и оберегать труд простых людей. Ибо как испечь хлеб без муки? И как смолоть муку без пустого амбара? А, из пустого амбара. Если пахой оторван от родной земли и убит в угнетении. Это точно. В этом и состоит наш почетный долг. Не так ли, враскал какой-то, ёшкин код. Враскал. В моем задании не входит соглашаться или не соглашаться с какими-либо вашими высказываниями. Моя роль как почетного судьи заключается в наблюдении без вмешательства. И в данный момент я наблюдаю, что паладины Эквисата не сдержали обещания присылать своих представителей. Лагеря, вы правы. Мы не получили от них вестей с момента приземления. Будем надеяться, что их молчание вызвано техническим сбоем. А когда прибудут представители, наши выводы окажутся излишне поспешными. Видящий никогда не делает посмешных выводов. Это обеспечивает мудрость Оракула. Помните. Однако это на других планетах судьи составят свои летописи. И когда зов храбрых завершится, вашу репутацию будут сравнивать с репутацией соперников. Благодарю, Враскал. Буду иметь это в виду. Однако меня уже удостоили главные награды, когда доверили мне спокойствие народа этой планеты. И если мы примем эту борьбу как дружественное соревнование, то все выйдем победителями. Окей. Доблесть паладина. Дипломатия. Истинный паладин отличается отвагой и бескорыстными деяниями. Списание доблестной репутации послужит доказательством того, что вы способны заботиться о своем народе. 600 репутаций надо получить. Так, чтобы повысить эту репутацию, заключить мирные договора и создавать альянс с фракциями НИП и другими игроками. Решать проблемы поселений, связанных клятвой. 15 убеждения и связанный клятвой паладин-чемпион. Награду мне дают. Какого урта? Третьего ранга, кстати, паладин. 32 передвижения. Вольт-меч. Штормовой разряд. Он ближний бою, что ли, дерется? Три защиты, одна. Ладно. Тяжелый отряд, машина. Окей. Добраться до лагерей. Связанные клятвой должны были отправиться к своим представителям. Они также не отвечают на наши попытки связаться с ними. Отправьте разведчиков к лагерям, чтобы выяснить обстановку. Не проблема, это я могу. Что у меня по войскам? А, вот этот враскал как раз, да? Ввидящий. Он прям неплохо так модифицирован. Тайное знание. На указанного противника накладывается эффект фанатализм. Из-за него по нему на 100% легче попасть. А также проваливает все проверки сопротивляемости. Неплохо ему дают, блин, два щита эта штука. И здесь что? Щит раскаяния. Каждый раз, когда этот отряд получает урон от врага... А, ну это было такое, выжженная душа, минус 100 моральки и плюс 10 хпшечки дают. А это компонент седативного распада. Энтропические атаки с вероятностью накладывают эффект замедления хода. Снижение точности на 30%. Также дает 10% урона. Неплохие такие модификации. Электрический кнут. У него какая-то... И повреждение интересное. Этот вот как раз, да? Энтропические какие-то атаки. Дар предвидения. Указывает дружественный отряд, который получает эффект проведения, который делает все его атаки критическими на один ход. Опа, неплохо. Полоса невзгод. Вот, указанный вражеский отряд. Невзгоды. Все его атаки нейтрализуют. Эта атака может задеть до двух других целей на расстоянии двух клеток. Какая на себе проклятие фатализма. Ну, это то, что дает вот этот модуль. Просветление. Получает 200 морали и наносит на 20% больше урона войскам с выжженной душой. Хранитель записи. Все отряды в группе, кроме видящих, получают дополнительно 25% опыта. Щит раскаяния. Каждый раз, когда... А, ну это понятно. Это понятно. Легкий отряд. Видящий. Биовойска. Летающий. Еще пехота. Связанный клятвой. И специалист. У него только электрощит, но много всяких полезных штук. Хорошо. Отряд какого ранга? Второго всего лишь. Всего лишь второго ранга. А вот это что за штука? Первый ранг. Энтропический шок. Очень слабая какая-то атака. Дальнее зрение. Что-то от нее вообще толку никакого. Еще и он... К тому же и машина. 7 урона. Брони нет. Щитов практически нет. Еще и электрическая слабость. А толку с тебя, дрон. Связанный клятвой. Ладно, что здесь? У меня... Ох ты, какой костюм прям. Правда, нихрена не добавляет, кроме двух брони. Две брони, это, конечно, круто. У него есть пистолет. Ободрение. Все дружественные отряды в радиусе двух клеток восстанавливают 15 хп и теряют все псионические эффекты. Кроме того, отряды первого и второго уровня до конца боя получают эффект героизм. Нанося больше урон отрядам более высокого уровня. После использования переходят в защитную позицию. Крутяк. Крутяк. Сопротивляемость шоку и сопротивляемость псионики 4. Нельзя лимонить. Проходит сквозь препятствия. Крупная цель. Герой, главнокомандующий. Боевой костюм. Передвижение по земле. Пехота. Ну, в принципе, неплохой такой костюм. Второго уровня средства передвижения. Это даже не самое лучшее. Модифицировать его пока нечем. Но он и так сам по себе неплох. А это такие же, да, чуваки? Они тоже второго ранга. В принципе, тоже тяж, машина. Боевой костюм. Это что такое? Связанный клятвой паладин смертоносный. Ух ты, я мое. Лук. Горящий. Горящий лук. Огнем. Урон. Горящее знамя. После запуска горящего знамени в воздух, наземные воздушные отряды вокруг указанной клетки получают урон. Сожжение. Выжженная душа тоже получают. Охрана. Это, короче, какой-то тоже боевой костюм. Штурмовик тяжелый. И при этом дальник. Хорошо. Вот это что за чуваки? Первое уровне. Вот эти вот, да? Вольт пика. Вольт взрыв. Естественно, у этого чисто одна атака ближнего боя. А у этого, что за вольт взрыв? Поражает врага разряда молнию. Оооо, так это же первого уровня юнит. Он же круче, чем второго. Серьезно? Так, мораль, урон. Здесь что? Так, ну дрон бесполезный. Дрона, наверное, я с собой брать не буду. А вот эти остальные прям мне очень понравились. Вот этого дрона нахрен сюда. Звездный свет. Дай голос моим мыслям и ясность моей душе. Позволь мне оставить эту тюрьму из плоти и крови и пуститься в странстве к просветлению духа. Преподобный Накри. Знаю, мне не следует тревожить ваш покой, когда вы так далеко, но я нуждаюсь в вашей мудрости и наставлении. Ух ты. Сразу просветленный учитель. Кандидат Алина. Алиуна. Судя по всему, вы все еще прекрасно владите своим исключительными талантами. В нашем орде лишь несколько человек сумели развить способности создавать псионическую связь с другими планетами. Итак, к вам снова вернулись видения? Да, ваше преподобие. И стали еще более живыми. Однако стоит мне проснуться, и я уже не могу вспомнить их содержимое. Вы говорили мне, что у Керка есть толкователи, которые помогают им разгадать значение снов предков. Возможно, вы могли бы похожим образом помочь мне с моими видениями. Псионические практики Керка уникальны и достойны изучения. Однако другим расам они недоступны. Вам следует прибегнуть к медитативным практикам, разработанным в нашем ордене. Если усердно ими заниматься, они приведут вас к озарению, которого вы жаждете. Душевный покой. Найти тихое место для цистианской медитации и восстановить в памяти повторяющиеся сны, которые не дают вам покоя. Награда 8 Космита. Я понял. Давай вот этого товарища я с собой беру. Вот разведчики. Вот этот, например. Тут одно поселение, да? Одно. Давай, дайте сюда. На разведку. По заданию. Тут кто? Это дворы, это член синдиката, амазонки, жуки и Керка. Блин. Тут что охраняют? Какие-то... О! Резерв производственный. Вот это норм тема. Правда, там охранников ни хрена не мало. А это кто? А это, кстати, эти... Цветочки. Не помню, как их называют. Хорошо. Должен выжить, требуется указание. Куда бы мне отправиться? Это что? О, тайник с припасами. Давай. Тайник с припасами, я теперь, пожалуй, пойду. 16 пищи. Прекрасно. И давай теперь сюда. Собственно, что здесь? Колонизатор. Нужно четвертый уровень колонии. Здесь космита стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Что бы мне такого построить? Это мне... Что даст энергию? Это что даст производство? Может, еду, чтобы город побыстрее рос? Или все-таки в производство удариться? Давай, наверное, еду я построю. Так. Один защитник какой-то там. Тут таких даже у меня нету, чуваков. Стурмовики, либо специалисты. Хорошо. Хорошо. Давай следующим тогда специалистов построим. Энергии немножечко у меня есть. Ну, конец хода. Кстати, о птичках. Алиуна. Состоящие с вами паладины уже добрались до веренных им планет и готовы продолжить испытание зова храбрых. Они передают вам привет по линии связи. Любезный Эквиз Алиуна, Эквиз Денарт, отрадно знать, что вы оба ступили на богословенный путь, исполнители своего рыцарского долга и бескорыстного служения народу. Пусть клинки служат нам верой и правдой, продолжая доблестными подвигами творить историю связанных клятвой паладинов. Ух ты какой чувак. Ортан Берсо. Энгли Денарт. Благодарю. Для меня великая честь знать, что вы оба станете свидетелями моих предстоящих величайших свершений. Я обязательно отправлю к вам гонцов с рассказами о моих победах, чтобы вы сполна насладились возможностью учиться лучших из лучших. О какой ты, смотри. Эквиз Берсо. Наши благородные заповеди способны вдохновить даже самых искусных паладинов. Надеюсь, однажды вы займете свое в полной мере заслуженное место в кругу героев. Эквиз Денарт. Наши добленные сны и победы в битвах достойны наивысших похвал. Похоже, что нет на свете таких испытаний, которые вы не смогли бы пройти. Что до меня, то я даю обещание народу Эквиз Сата. Пока хоть одновенная мне душа живет в страхе и нужде, мое сердце не будет знать покоя. Пусть все наши деяния и дальше озаряются светом эту темную вселенную. О, хорошо. Так, значит, ты подлетай, посмотрим, что здесь произошло. Улочки этого лагеря пустые. Некоторые дома заброшены и уже заросли травами. Связанные клятвы прибыли сюда всего два года назад. Но кажется, будто запустение здесь длится уже не одно тысячелетие. Владимир Защитник. Хлава мудрости видящих и оракула. Вы все верно заметили. О, вестник покоя веры. Зараза, поразившая эту деревню, неестественна по скорости распространения и проявления. Сначала она захватывает мои горшки, превратив их в блуждающие глиняные чудовища. Но вскоре по улицам стали бродить и более опасные вещи и механизмы. К тому времени наша староста уже начала расследовать это дело. Она сказала, что дело не в темной магии, а в быстрорастущих грибах, которые развелись в наших орудиях. Труда, когда она не вернулась из последних экспедиций, мы оставили беззащитными, остались перед этими грибами-захватчиками. Вы больше не беззащитный, храбрый подданный. Знаете, что наш эквиз этой планеты уже здесь и не сомкнет глаз, пока не восстановит порядок в вашей деревне. Ух ты, что-то за чудовища какие-то. Грибная чума. Людям угрожает чума в виде очень живучего гриба, захватывающего земледельческие орудия, превращающие их в оружие. Здешний паладин ушел сражаться с айдителями и не вернулась. Вам нужно устранить заразу. Незличимое обжорство. Какая-то штука. Модификация интересная. На 20% повышает урон. Атаки ближнего боя исцеляет на 10 за попаданием. 5 при повторных атаках. Случай успеха. Прикольно. О. Блин. Всего лишь один охранник. Короче, надо текать, я понял. Где второй разведчик? Их же было двое. Что-то я не понял. Вот этого момента. А, все, вижу. Вижу, вижу, вижу. Так, ты тогда давай сюда. Как медитировать-то? Тихое место. Я вроде бы стал куда надо. А, вот, медитировать. Окей. Я вижу, вам удалось вернуться к своему последнему видению. Что вы видели? Как будто воспоминание о том, как я была маленькой. Мы с соседскими детьми играли в поле. Мне было весело, но затем родители позвали меня ужинать, и я поняла, что потеряла любимую игрушку. Родители даже пошли искать ее вместе со мной на поле, но ее там не было. И что-то странное. Я не узнаю ни места, ни людей, которые там были. Даже моих родителей. Возможно ли, что ко мне пришли чужие воспоминания? Чтобы судить о такой сложной и неуловимой сущности, как память, нужно обладать великолепно развитыми псионическими навыками. Чаще всего сны и видения псионика являются отражением его надежды и страха. Вы говорите, что в том видении что-то потеряли? Что это было? Игрушечная машина. Занятно. Весьма занятно. Почему бы вам не поискать ее там, на своей планете? Здесь, в Экс... В Иссаре? Но события моего сна могли происходить на любой планете. В любое время за последние несколько сотен лет. Это не имеет значения. Пока вы держите связь со своими видениями, оно приведет вас куда нужно. О! Чуть себе. Так, понял. Первое задание я выполнил. Теперь мне нужно... Ох, тут ёшкин кот! Сколько ж тут всего! Объятия света! Этот отряд получает иммунитет, короче, ко всем негативным эффектам, морали. И один уровень сопротивления шока. Также просветление и дополнительно щит. А это что? А, это тактическая операция на исцеление. Тоже полезная вещь. Что здесь? Дуга, энтропия и... Обряд вступления. Обед вечности. Дает защиту всем соседним отрядам с модификацией клятва. Ого! Мгновенное озарение. Указанный дружественный отряд получает эффект проведения, который делает все его атаки... Акотическими. Это опять же тактическая операция. Часовые. Дозорные. Ладно, это что? Компонент седативного распада. Замедление хода. Это для дальников в основном. Чтобы точность понижать, да? Вражеские отряды в радиусе одной клетки получают 10 единиц урона. Эффект распада вероятности на три хода. Это уже тактическая операция. А вот это что? Модуль накопления статики. Атаки из электровооружений с вероятностью 12. Накладывают эффект статический заряд, снижая сопротивляемость цели электричеству на один, на два хода. И электрический разряд выпускает электрический разряд в один из бражеских отрядов, наносит 9 урона с эффектом тяжелой раны. Эта атака может задеть до двух других целей. Так, а у меня кто-нибудь бьет или не бьет электричеством? Чем вы бьете? А, они как раз почти все бьют электричеством. Так что, наверное, будет очень даже полезно вот это дело изучить. Потому что тут из электровооружения дополнительные снижают будут сопротивление к электричеству. Это супер. Значит, изучаю эту тему. А исследования общественные, что тут есть? Ну, годная база и была. Вот это что? Народные договоры. Вы получаете плюс 20% дипломатии за выполнение квестов за каждый уровень. Слушайте, это прям круто. Все бойцы начинают бой с первым уровнем эффекта предвидения. Доктрина шикарная. Дальше. Что дает предвидение? Не совсем понятно, конечно, но тем не менее. Разблокируйте постройку трон. Трон дает дополнительные преимущества правителям колонии. Когда герой с дополнительными навыками героя поведет в колонии, связан с этой колонией, то она продолжает получать плюс 50% от присутствия героя во владениях, даже если герой находится за пределами владения колонии. Это что? А, это на довольство и на защиту и разведка. Нет, давай народные договоры. Это очень полезно сейчас будет. Очень даже полезно. Ну и теперь что? Теперь надо помочь колонии в первую очередь. Пойти сюда. Я бы, конечно, еще заполучил вот эти штуки. Но пока мне не очень это нужно. Мне бы тут, кстати, и разведчики не помешали на самом деле. Может реально мне одного разведчика отправить? Та и второго. Это ж реально разведчики. Они для этого, в принципе, и нужны. Все, пропускаю ход. Алиуна, мы получили еще одно сообщение от Эквиса Денарда. Он настаивает на том, чтобы вы его прочли. Свидетелем моего триумфа, к моменту, когда вы получаете это послание, я успею уничтожить 4 логова прыгунов и 2 гнезда кварцитов, а также убить великого червя с острова Леди Гор. Ожидаю от вас аплодисментов и прославления моих подвигов. Ха-ха-ха-ха-ха. Рад слышать, что дела у вас идут хорошо, Эквис. Я и сам должен защищать своих подданных от не менее опасной угрозы. Приземлились конструкторы с немертвыми сборщиками органов. С ними возможно... А, невозможно договориться мирно. Печальные вести, Эквис Берсом. Да и сгонит ваше копье этих ужасных киборгов обратно в пустоши. Прям разговоров, конечно. Так, ты давай на разведку. И ты давай тоже на разведку. А вот ты, товарищ с копьем, тоже, конечно, интересный. Давай-ка охранять будешь ты пока. Вот это вот дело. Это присоединен в лагерь? А, можно превратить лагерь в колонию. О-о-о-о. Ладно. Серьезно? Что это будет стоить? Просто один ход? Давай. Колонию. Присоедить я еще ничего не могу? Или могу? Сейчас посмотрим, что-то. Вот это что? Это наука. Тут пищем. Вот этот тогда. Присоединить к городу пик. Пусть. Пусть, пусть, пусть. Бегом. Возвращается орды тех, кто вырывал наши ростки земли. И сохните, мерзкие травоядные. Слишком долго вы тянули свои корни к нашим садам. Но у наших рос острые шипы. Разве мы знакомы? Мы, видимо, с кем-то нас путаете. Мы пришли с миром. Это какая-то ошибка. Мы ошибались лишь в том, что прежде не считали вас врагами. Вы растили на своих садах изобилия. Затем год за годом уничтожали наш народ. Называя это сбором урожая. Пришло время увянуть вам. Ух ты. Разумные растения на планете, созданные для ведения сельского хозяйства, не повезло. Не знаю, как убедить их в том, что наши намерения чисты. Но нужно что-нибудь придумать. А пока нам придется защищаться от этих воинственных ветвей. Блин, серьезно? Вегетари на меня еще будут нападать? Там же у них дикие пчелы. Это опасно. Так что Южный пик присоединился к столице. Вернее, область присоединилась к Южному пику, получается. Улучшить область. Что я могу? Что я могу? Жилые области. Какие-то новые. Область для присоединения новых областей и получения максимального дохода от колонистов. Постройка терраформирует область в городскую зону, соответствующую расе колонии. Плюс одна присоединяемая область при достижении... Я понял, это мне сейчас не нужно. Мне нужно... Сельскохозяйственный комплекс здесь построить. И я теперь могу нанимать кого? И не только колонизатора, а еще и каких-то вот этих... Ага, это такой же, да? Летающий чувак. Но только он стреляющий. Энтропический выстрел. Дар стальной воли. Указанный союзник получает эффект последний бой. Позволяющий пережить смертельную атаку на один ход. Когда эффект заканчивается, отряд лечится на 20. Ооо, ничего себе, проклятие фанатизма. Так, на указанного противника накладывается эффект фатализма. Из-за чего в него... Так, это я видел где-то. И получают все на 25% больше опыта. Ну, у меня есть чувак получше, поэтому этого нанимать я не буду. У меня какой-то прокачанный, проапгреженный, модифицированный прям есть такой. С энтропическим кнутом. Правда, он... Каким-то кнутом ближнего боя. Не очень удобно. Но зато он дает бафчик на опыт. Это самое главное. Теперь здесь у меня есть второй город. И я построю здесь, опять же, биоферму. Биоферму. Это что такое? Космит. Космит. Вот тут тоже есть биокупол. Только он занят... Вегеталями. И здесь вегеталями занят. Да что ж такое-то, везде вегетали. Хорошо, помчал. А ты давай в столицу. Походу, придется мне скоро нанимать еще войска. Потому что этими я вряд ли смогу защититься. Это три, это два хода паладин нанимается. Охренеть можно. Так, зоопарк без клеток. К вам приближается росток вегеталей. Он говорит, что этот тайник прекрасно подходит для выращивания и кормежки животных, которых приручили вегетали. Можно получать пятнадцать отношений. Еще и отношения с вегеталями вырастут. Давай, ладно. Десять космит. Тридцать пять энергии. Неплохо, кстати. Куда он рванул? Хватит там убегать от меня. Вегетали, вегетали, везде вегетали. Это что такое? Застава терраформирования. Отряды, набираемые в этой колонии, получают плюс один сопротивляемости эффектом. Неплохо. А это что дает? Завод тяжелого вооружения. Тяжелые отряды, набираемые в этой колонии, получают плюс один защит. О, вот эту область надо присоединить. Следующий. Однозначно. Однозначно просто. Хорошо. Давай. Будем биться. В реал тайме, конечно же. Конечно же в реал тайме будем биться. Пока мне очень даже нравится. Посмотрим. Ух ты. Вот это у них эффекты. Интересные прям. Защита корней. Ух ты. Большие такие дядьки. А эти обычные такие бойцы маленькие, да? Этот летает. Ладно. Хорошо. У тебя 45 здоровья даже у бойца первого уровня. У этих вообще 5. 5, Карл, защиты. 5. О, да. Это сильно. 5 защиты, конечно. Так, ну что. На каком расстоянии ты это делаешь? Не достает. Этот хмыль правда не лечит. Жаль. Что эти могут? Посев летучих культур. Какой-то ядом или радиацией бьет. Рассеивает летучие грибные культуры. Залп укрепленными саженцами. 14. Неплохие такие у них бойцы. Так, ну этот просто ближнего боя, да? С одной защитой. 50 хп. Это ерунда. Вот это что за чудо? Удобритель. Пленящая порсль. Грибные гифы поражают. Все цели перед отрядом. То есть масуха еще и путает. Жидкое удобрение. Тяжелую рану у отрядов под воздействием эффекта шок. Замедление. Слизь. Связь дает всем дружественным отрядам на поле боя. Плюс 2. Нихрена себе. Нельзя, короче, чтобы грибком заражали. Иначе... Либо вот этого первого убивать. А у него 6 брони. 6 брони. Блин. А что у тебя? Термическая слабость. То бишь... Вот этот товарищ мне поможет очень даже. Он, наверное, не прячется, да? Большой не прячется. Ни зачем и никак. Ну, хорошо. Можно, конечно, делать деф. 200 морали. Ещё мораль может давать союзникам рядышком. Также можно делать охрану. Я не достаю. Ладно. Давайте тогда... Мелочь. Бегом. Здесь. Все пока что становимся. Ну, и ты деф тоже, конечно же, водошевляющий. Эти ломают? Нет, оббегает. Защитная позиция. Щиты защитника. Этот ещё и щиты добавляется с аниматетом. Блин. Тут, короче, прям фронтом идти обалденно. Ободрение можно делать. Ну что? Подожди. Кто не походил? А, этот. Литун. Ну, давай. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Связь. Это как роботы, блин. С мониторами. Ёпараса-те. Это что за базука, масуха? Ого. Как-то очень больно. А у меня хилата никакого нет. Пистолет. Нет, пистолет. Бесполезно. Не, хотя хил у меня есть вот этот. Останавливают в радиусе двух клеток. Кроме того, даёт героизм. Героизм, героизм. Ну-ка. Ну-ка. Нейтрализовать все его атаки. Давай. Невзгоды на вас, засранцы. А я пойду. Посражаюсь с вот этим вот. На-на его. На-на. Хо-хо. Хорош. Хорош. Давай. Не, он всё-таки проходит. Поиск препятствий. Это норм. Так. Ну что. А почему я не могу идти? Не оглушили, что ли? Блин, это плохо, если его оглушили. А насколько далеко вольт взрыв бьёт? Видимо, не очень. Ладно, давай иди сюда. Пока что пропускаю ход. Так же так. И этого тоже оглушили. А, это путы, что ли, наверное? Заражение грибком. Да, бездвижен. Охренеть. Ну тогда хотя бы вот так. А ты, блин, ну, защиту придётся делать. Других вариантов нет. Тактических операций нет. Ну, конец хода, давай. Блин, это тоже плюётся. Эти, конечно, мега бронированные мужики. Нейтрализует их, не атаки. Это нормальная тема. Какого хрена ты его ударил? А он тебя нет? Ну ладно, давай мутуйся его вот так вот. Всё, первый труп. А ты тогда что? Давай. Как-то я подбегу. Начну атаковать вот этого. Так. А ты, значит, делаешь ободрение вот в этом радиусе. Прекрасно. Теперь ты подлетаешь поближе. Хлыст, он... А, он на расстоянии бьёт хлыстом. Тогда нормально. Тогда нормально. Пока мутусь вот этого. Он ещё и массовый. Не, ну хорош. И чё? Заражение грибком всё ещё действует. Обалдеть. Просто два отряда мне вывели из боя. Выбили. Это ж, конечно, жесть какая-то. Хорошо, давай так. Конец хода. Посмотрим, что предпримут. Пытается убегать. Обалдеть. Высекли. Высекли мне уже одного. Вот это, блин, засранцы. Ну-ка. Жаль. Чё-то как-то слабенько. Тогда хотя бы давай вот так. Пока не очень мощно. Я скажу вам. В центр вражеского построения. Бам. Энтропический. Ну и чё, пошёл. Ближний бой вот на этого. Я чё, не добегаю, что ли? А, его тоже грибком заразили. Нет, замедление. Да, заражение грибком и замедление. Чё за жесть. Просто. На каком расстоянии я могу? Нет. Это мне не поможет. Ну тогда деф. Вот это да. Своего же убил. Вот ты странный. Он причём может каждый ход это делать. Ну давай. Вольт разрез. Ближний бой обходит все щиты. Ну что с тобой делать? В ближний бой как-то не очень хочется к нему идти. Давай. Ты добежишь вообще? Этот даже не добегает ни хрена. Ну с другой стороны я смогу остальных полечить. Хотя бы. Вот так вот всех. Ободрением. Так? Оооо. Этим могу пойти в ближний бой, а могу шмальнуть с пистолетом. Стас попадания и так высокий. Давай-ка на тебя критический наложу. А ты его сжахнешь критическим. Ну и ты тоже плюнька. Тац. Тац. Куда это он бежит интересно. Ну все осталось тебя добить, поганец. На тебе. Пожбану, блин. Большой палкой чисто по горбу. Вот этого, конечно, жалко. Хороший был. Самый такой опасный. Против всяких растений. Само то. Но его высекли первым. Блин. Блин. Че за жесть. Жалко, жалко. Эти грибы самый странный противник, с которым мне приходилось сражаться. Надеюсь, больше в округе их нет. Теперь предстоит нелегкая задача выяснить, откуда они распространяются, чтобы найти источник заразы. Наша староста что-то похожее говорила перед тем, как ушла на разведку. Она ничего не сказала о своих находках. Но мы знаем, что она направилась в грибной лес. Будьте осторожны. Так, это я все беру, конечно же. Грибной лес. Блин. Че-то я не хочу. В грибной лес идти пока на меня еще и вегетари будут нападать. Прям совсем мне не хочется туда лезть, если честно. Без должной подготовки. Тем более, у меня уже один юнит достаточно сильный погиб. Смертью храбрых, блин. Мне сейчас надо как-то укрепиться. Маломальски. Здесь присоединять смысла нет. Вот эту штуку по любасику надо присоединять. От вегетари бы очистить. И вот этот надо присоединять. Короче, тут прям... Тут что-то. Аник с энергией. Тут... Резерв. Вот резерв это хорошая тема, на самом деле. Тут как вы, ребятушки, боец. Ничего не прокачались. Вообще ни разу не прокачались. Как вы так мало опыта получили. Всего... Всего шесть. Совсем не густо, скажу я вам. Ладно, модификатор надо поставить. Атаки ближнего боя будут исцелять. Конечно, подтвердить конфигурацию. Тут уже думать нечего. Это красотень. Красотень просто. Так, ну и куда бы мне теперь пойти? Вот эту штуку по любасику надо присоединить. Может быть вот эту область присоединить к вот этой. Производить здесь юнитов. А вот этот вот уже на науку. Основной. Сверху что? Сверху. Комплекс. Ну ничего особо полезного мне это не даст. Чисто вот наука. Если только. А этот, вот эту тяжелую. Вооружение производить. И возможно вот этот вот. Как раз, да. Раз, два, две области присоединить. И достаточно сильных юнитов производить. Которые будут сопротивляться. И при этом неплохо драться. Хорошо. Теперь мне надо что? Теперь мне надо вот этого бойца. Хотя бы, потому что у меня других нету. К сожалению. Вот с этими надо разобраться. Тут штандарт. Можно получить опыт. Но я бы сначала прокачался. А потом бы штандарт брал. Ну я думаю вот на этих жуках. Блин. Не знаю. Смогу я жуков? Да должен затащить жуков. Давай бегом. 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 Бегом на жуков. Бегом. 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 Не идентифицированная группа дворов. Бегом. 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 них я пытаюсь найти выход из этого положения то есть без костюмов вы умрете это ужасно я понимаю что вы чувствуете я тоже не выживу в битве без своей экипировки позвольте мне помочь вам найти решение проблемы однако я буду следить за возможным распространением все на чумы вы хотите возглавить исследованием как вам будет угодно алиуна лионесса я создала менее агрессивный гнойник для сбора образцов днк различных видов который может встраивать их в собственный генетический профиль первые необходимые вид вегетали так отправьте гнойник в бой с вегеталями и возьмите образец днк у поверженных вегетали использую способность гнойника извлечение днк вегеталям так где собственно вегеталь и китай непонятно где вегетали непонятно где гнойник заданий тут ёшкин кот грибной потерянная игрушка что найти источник сена чумы и получается вверх еще можно пойти ладно короче и туда и туда и вон куда а он не дал гнойник уже заразный укус внезапный скачок чумные капсулы ничего такой гнойничок конечно все равно достаточно слабый ладно тогда вот этого парня мне не надо этого парнями не надо но в любом случае мне топать сюда пропускаю ход но 19 науки прекрасно чем следовалось у меня что-нибудь должно было по идее почему у меня не просится исследований не пойму мне наверное уже какое-то время это все исследовалось назад так чтоб взять чтоб взять вот эти вот часовые хорошие чтобы в них пойти мат и отступления надо сначала на давай вот эту штуку изучу а вот здесь для защиты мне наверное понадобится пограничные объекты что судя как-то он так обходит реки эти озера интересно ладно бегом давай что здесь у меня трон и здесь труд где построить трон что это дает непонятно с дополнительным навыком героя повелитель колонии это повелители колонии еще будут связанный клятвой паладин защитника это я так понимаю как раз вот эти вот штурмовики крутые большие дядьки ладно здесь у меня построена сельскохозяйственная плантация город должен расти ну давай штурмовик штурмовиков пока что закажу строительство пусть здесь у меня что здесь у меня ничего не строится почему-то давай штурмовики специалисты производит энергию нахуй а кстати у меня так и не появились да тактические энерга луч и стратегические больше за выполнение заданий и просветление что такое просветление либо строитель можно взять заведение построить колонии требует на 20 процентов меньше сырья это фигня полнейшая просветление 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 что что такое просветление что это дает догмат спокойствие просветление странно где мне прочитать про эффект просветление ладно ходим бы на него долг забот давай больше дипломатии больше еще больше так 29 науки получено опа вегетари сейчас его сожрут да едите колотить ладно автобой смерть ну ты нашел куда блин идти конечно ладно ладно давай сюда принята доктрина долг заботы можно присоединить область выбрать центр тут не хрена полезного область с наукой мне давай присоединить это что дает помимо уровня ничего не дает потом вот этих надо будет размазать и вот здесь наверное освободить очень просто будет повоевать ручная битва давай в бой в бой в бой надеюсь я здесь не потеряю юнитов и там блин тяжелый бой конечно был очень тяжкий эти вот со своей рутом против моих миличных отрядов это просто жесть бомбардировка массовая о этот робот даже может прятаться за большими препятствиями ого ого ну да ладно слишком наверно близко подходить пока не стоит а вот здесь позицию я бы занял щитная позиция щиты и тоже немножко подойди куда-нибудь сюда сильно рассредотачиваться наверное большого смысла не имеет тоже давать поближе слегка там жуки они будут кислотой плеваться и пытаться прорваться вблизь плюс прыгунчик и достаточно много ну хорошо давай пока что ты подойдешь сюда и деф у них конечно просто шикарный щиты дает против дальников так стоп прыгунчик понял сюда тоже становись под щиты и пусть жуки идут в бой я в ближнем то повоюю сейчас с вами сразу отравили ну серьезно 6 есть это конечно смешно да у него 5 брони плюс щиты и тут он конечно знатно урона хотя плевок должен аж 13 наносить красивые роботы доспехи прям очень красивые что пойду драться с вот этим наверно погнал на тебе на тебе и похилился так ну теперь ты тоже пошел что теперь теперь надо вот это вот наложить на всю ту толпу невзгоды чтобы они нихрена не дамажили значит я здесь подхожу и атакую электрическим разрядом теперь ты тоже сюда давай и электрическим смысле что с тобой не так почему ты почему тебе такая отравление мораль дико снижается я понял хорошо надо сделать вот эту штуку чтобы снять негативные эффекты он чё лечится от спор получается нихрена себе ну тогда давай сигай в него так давайте сделаю я вот эту штуку и посмотрю что за просветление такое вот например на вот этого мгновенное просветление раз как энергии потрачу мне чисто интересно что что это за просветление что это дает а не просветление это провидением то есть вешаешь и потом сигаришь блин можно на всех поставить такую штуку и критовать прям интересно ну с дебафом они конечно вообще ничего не могут очень слабо еще и пашбану найму опа а броню сняли ты ну да ладно пошел дальше так так хороша на с этим пожирателям ой хороша что плюнуть ядом немножко этот под отравлением давай-ка я вот так сделаю эффект героизм чё дает месяца на 10 процентов больше урона если цель выше уровнем давай-ка ты в щиты заходи во первых а вторых плюй почему-то не критически ни разу ну ты тоже плюй ну и осталось добить только лишь здесь конечно проблем никаких жуками обычными прям вообще изи он чисто скопья электричеством жарит нормальный такой чувак мне нравится очень даже все победа за мной прекрасно даже этот повысился вообще не все очки получили и у меня исследовалось а не исследовалось я взял припасы и могу воткнуть что нибудь полезное довольство прирост довольством 150 вот это давай военную инфраструктуру для защиты воткну ну да это вот эти вот механоиды крутые ободрение защитная позиция прям вообще супер вообще просто супер чуваки обряд вступления изучен у меня так ну что что тут можно изучить изучить вот этих вот часовых ждет это что такое средство передвижения паладин часовой о как интересно меня пока милишники мои вполне устраивают конечно они потом будут бесполезны что-то это дает поднять знамя исцеления ранг 3 тактическая операция воздух поднимается знамя исцеления восстанавливает дружественным воскам в радиусе 1 клетки знамя случайным образом выбирает дружественный отряд в пределах 9 клеток и восстанавливает ему 15 каждый сколько-то ходов знамя исцеления действует 3 хода хорошая тема мне бы сейчас пригодилась значит обе чистоты получает плюс 4 сопротивляемости эффектом иммунитет к длительному урону а также щит добавляет так и анализатор военных сценариев усиление атаки отряд получает эффект обнаружения плюс 2 дальности действия датчиков всякий раз когда этот отряд атакует на расстоянии до 3 клеток он получает эффект быстрый удар на один ход и атаку дальностью 5 вероятностью 6 накладывать эффект невзгоды но вот это круто вот это на научить короче полюбаску 9 ходов конечно но что поделать что поделать надо надо очень надо значит продовольстве изучить это что наука дактрины да Цестианское правосудие. Не всем доступен язык увещеваний и мудрых писем. Некоторые приходится с силой становить над коленей, чтобы открыть им свет учения. Ваши просветленные отряды наносят на 10% больше урона всем без эффекта просветления. Неплохо. Мы принимаем всех, кто может разделить с нами путь цестианское псионики. Помогая другим, мы открываем для них великую истину. Время ожидания получения нового задания от фракции сокращается на один ход. Пока действует способность, фракции реже объявляют требования. Вот это полезно, что реже требования, а вот то, что чаще задания, нахрен знает. Сомнительно. И разработка доктрины дает плюс 1 очко. Доктрины увеличивает число одновременно. Вот это короче надо учить. Очень полезная вещь. Очень, я бы сказал, и очень полезная вещь. Что тут можно теперь построить полезного, такого хорошего прям? Прям хорошего. Купол, наверное, стоит воткнуть. Знамена защиты. Знамена защиты помогают в получении вашей колонии в тактической битве. А, ну это, наверное, что-то типа пушек. Давай пока вот это, потом вот это. Продвинутая тоже давай. Это все надо. А потом начну клепать уже военные отряды. Вроде немножко подкопилось у меня энергии. Не, ну паладины первые мне зашли прям. Дроны, конечно, бесполезные. Ну, для разведки, конечно, подходит. А больше ни для чего. Толку с них. Ну, действительно, вот как разведчик. И больше никак. Значит, здесь что я могу построить еще? Купол надо тоже воткнуть сюда. И присоединить область, конечно же, вот эту. Нет, не ту. Не ту, вот эту. Чтобы вот эти вот с броней появлялись. А потом еще вот эту надо присоединить с этой стороны. Как только городок подрастет, обязательно. И начинать производить этой ады, наверное, там. А в этой даже не знаю, что делать. Просто производить энергию. Энергию, энергию, энергию. Больше энергии. Еще больше энергии. Что я могу теперь поставить? Давай. Защиту пока что воткнуть. Или и то, и то надо на самом деле. Потому что, блин, дополнительный урон. От всех способностей. И статический разряд, который будет снижать сопротивление электричеству. Это супер. И вот это супер. Супер бронированный товарищ будет. И тебе тоже. И один, и второй. Обязательно ставлю. Конечно. 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 Обязательно. Тоже я бы так сказал. Это основная моя боевая мощь. Скажем прямо. Ну и что теперь? Давай сюда. Топай. Можно присоединить две области. Или нет? Создана область. А, сразу две присоединились. К этому городу это. И к этому городу это. То есть тут получается одна, вторая. Здесь пища. А здесь будет наука у меня. Только надо науку освободить. От проклятых захватчиков. Так. И что построить мне в этой области? Воткнуть реально на науку, может быть? Ну давай. Наука будет совсем не лишней. А здесь? А здесь у меня что дает? Производство. А может и действительно воткнуть производство? Давай индустриальный комплекс. Пусть будет вместе с этим. В комбинации будет хорошо работать. Тут правда еще и биокупол есть. Не знаю. Не очень надо это. Сейчас. Наверное, да? Так. Так. Ты бегом сюда. Тут трое всего. Двар. Хакер какой-то. Боинот. Электрические атаки. Мне не очень. У них у всех электрические атаки. Ну кроме этого. Это кто такие? Член синдиката. Хакер. Вирус шифратор наносит цель. Электрический урон. Другие вражеские цели в радиусе двух клеток также получают урон. Блин. Троян. Бессилие может накладывать. Это опасные. У меня там все машины. Ну не все. Вот этот, вот этот точно. Костюмчики. Ладно, пропускай охот. О. Это ты кто такой? Это ты кто такой вообще? Какой-то псионической атакой. Винтовочка. Псионическая. Пустотный разум. Псионическая сопротивляемость. Пять. Да ну тебя нахрен ты нужен. Просмотреть другого героя. А нет, подожди. Запросить другого. Пришлите мне другого, пожалуйста. Не хочу я этого засранца. Так. Ну и теперь. Позволить им отступить. О. Тут даже четверо оказалось. Посыльный член синдиката. Конечно, я вас отпускаю, друзья. 86 производства. Ё-моё. А куда? Куда это производство ушло? Куда? Может быть сюда? Или распределилось? Не совсем понятно. Ладненько. На этом давайте пока что закончим. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего. И до новых встреч. Не забываем подписаться, если понравился, конечно, видосик. Пока-пока.